Привет! Открываем проект, листаем вкладки вправо и находим Гай. Первая строчка, вот эта вот, отвечает за шрифт текста. То есть он поменяется в диалоговом окне, кнопках выбора и окошке, где указано имя персонажа. Поставлю, например, вот такой. И вот здесь на экране предварительного просмотра все видно, как он будет выглядеть. Но здесь есть стандартные шрифты. Также есть важный момент. Из всех этих шрифтов русский язык поддерживает только вот этот вот шрифт. Остальные используются только если фраза на английском языке. Но это не беда, потому что можно поставить свой шрифт, нажав на Custom в конце. Я возьму его с этого сайта. Ссылку, если что, оставлю в описании. Тут есть отдельная вкладка с русскими шрифтами. Смотрим. Ну, например, первый. Перед скачиванием еще, кстати, важный момент. Надо проверить на наличие букв Ё и И, если они используются в тексте. Потому что некоторые шрифты попросту их не поддерживают. Вместо букв будет либо пустое место, либо окошко с вопросительным знаком. Как вот тут, например. Буква И здесь есть, но буквы Ё нету. И там просто пустой значок с вопросительным знаком. Поэтому этот шрифт не подходит. Возьму какой-нибудь другой. Ну, пускай вот такой двуцветный. Тут все есть. Все буквы есть. Подтверждаю, что я не робот. Кликаю на кнопку скачать. Да, хочу загрузить. Заходим в кочу. Здесь шрифт сразу попадает в iCloud Drive на айфоне. И поэтому нет необходимости морочиться, как с картинками, например. Перетаскивать их там из галереи. Создастся вот такая вот папка загрузки. И в ней будут шрифты. Все, применилось. Здесь, конечно же, показан только английский язык. Но этот шрифт поддерживает и русский язык. Назад. Нажимаю на три точки. Play. Новая игра. Все, шрифт поменялся. Поменялся он в диалоге. В окошке с именем персонажа. И в кнопках выбора. Выход. Окей. Выход. Захожу в проект. Снова в гай. Идем дальше. Этот ползунок отвечает за размер шрифта. Соответственно, чем правее его переместить, тем больше будет шрифт. Пускай вот такой будет. Третья строчка отвечает за прозрачность диалогового окна, кнопок выбора и окошко с именем персонажа. Чем правее переместить, тем менее прозрачным будет диалоговое окно, окно имени персонажа и кнопки выбора. Пускай будет вот так. Следующий блок параметров относится к диалоговому окну. В первой строке указывается цвет текста. То есть вот в этой вот. Вот тут есть стандартная палитра. Пускай будет голубой. Во второй строке указывается цвет обводки текста. Обводки пока что нет. Коричневый, например. Или что-нибудь поярче. Зеленый. Вот. В третьей строчке указывается ширина обводки относительно текста. Соответственно, чем правее переместить, тем ярче будет эта обводка, тем шире она будет относительно текста. Ну, пускай будет не зеленый, как-то глаза режут. Фиолетовый. В четвертой строчке указывается сжатие диалога в центр. То есть, если переместить влево этот ползунок, то текст будет показываться посередине. Сжатие произойдет как с правой стороны, так и с левой. Мне это не надо. В пятой строке можно установить, на какой высоте относительно диалога у окна будет располагаться текст. Вот, можно посередине, например. Путь будет так. Шестая строка отвечает за цвет диалога у окна. Ну, тут все наглядно видно. Вот, цвет меняется. Пускай так же и будет синим. Седьмая строка отвечает за вид диалога у окна. Вот она. Вид диалога у окна. Пускай будет таким. Восьмая отвечает за ширину диалога у окна. Девятая за расширение окошка в высоту. И десятое за положение диалогового окна по горизонтали. Можно поставить по левому краю, по центру, по правому краю и произвольно. Если выбрать Custom, то есть произвольно, тогда появится ползунок, с помощью которого можно регулировать положение диалогового окошка по горизонтали. Вот он. Вот он. Пусть будет по центру. Следующий блок отвечает за окошко имени персонажа. Первая строка отвечает за положение этого окошка. Можно расположить его за пределами диалогового окна. Как сверху, так и снизу. Или же внутри него, как сверху, так и снизу. То, на что я кликаю, отображается здесь в строчке, если что. Вторая строчка устанавливает положение относительно диалогового окна. Слева, по центру, справа и произвольно. Тут тоже появляется ползунок, благодаря которому можно установить это самое положение по горизонтали. Кстати, здесь я сделаю за пределами диалогового окна. Ну, а здесь по центру будет. Третья строчка отвечает за цвет имени. Вот, поменялся. Тут совсем не видно будет. Ну, пускай такими же и останется. Четвертая отвечает за цвет обводки имени. Вот это вот. Ну, это так же, как и в диалоге. Пятая отвечает за ширину обводки относительно имени персонажа. То же самое, как и в диалоге, просто относительно к имени, а не к тексту в диалоге. И шестая строчка отвечает за цвет окошка имени. Теперь покажу, как применить свой дизайн диалогового окна и окошко имени персонажа. Для этого листаем в самый низ блока Гай. Первая строчка с названием «Стандартное окно сообщений» поможет установить дизайн диалогового окна. Вот. Для этого жмем на значок «Галерея справа». Вот сюда. Выбираем нужный дизайн. У меня его нету, поэтому я просто персонажа поставлю. Чтобы удалить этот дизайн, кликаем на кнопку справа от кнопки «Редактировать». Окей. И если картинки диалогового окна нету здесь, тогда заходим в галерею, открываем нужное изображение, кликаем «Поделиться». Вот здесь вот кнопка. Листаем вниз. «Сохранить файлы». iCloud Drive. «Сохранить». Но тут у меня есть уже это изображение, поэтому я кликаю «Остановить». Но таким образом оно загрузится. Ну и выберу, например, поле. То есть вообще может быть дизайн любым, абсолютно. Идем дальше. Вторая строчка, вот эта вот, отвечает за вид расширенного диалога у окна. О нем я говорила в пятом уроке. Вот тут есть кнопка, чтобы предварительно посмотреть, как будет выглядеть. Пока что картинка не установлена, поэтому используется цвет, который установлен в блоке «Изменения дизайна диалога у окна». То есть вот в этом. Поставлю точно такой же фон. Готово. Третья строчка позволяет установить дизайн для окошка имени персонажа. Но если поставлю то же самое, то вот. Окошко имени персонажа стало с установленным изображением. И еще это можно редактировать. Не обязательно удалять, чтобы поставить другое изображение. Можно просто нажать на карандашик. И на андроиде перекинет загрузки, скорее всего. А здесь в iCloud Drive. Поставлю что-нибудь другое. Пускай так будет. Тестируем. Назад. Жму на три точки. Вот эти вот. Play. Новая игра. Все. Дизайн диалога у окна поменялся. Ну а на этом все.